Дмитрий Ляков писатель странный и для российского, да и не только российского, ухо новости доносится сейчас из митрополии некогда реально великой британской империи. Президент всемирного антидопингового агентства, того самого Ада, которое, по идее, должно обезжалось на преследовать применение допинга по всему свету, Крей Креди стал рыцарем Большого Креста Ордена Британской империи. На самом деле в этой новости прекрасно буквально все.В общем-то, рыцарский орден Большого Креста Ордена Британской империи, это совсем не шутки, и просто так, исключительно по принципу был бы человек хороший, кто попал в этот орден не посвящается. Также по теме глава Ада посвящен в рыцаре Большого Креста Ордена Британской империи президент всемирного антидопингового агентства, Ада, Крей Креди удостоен звания рыцаря Большого Креста Ордена Британской империи. Это британский рыцарский орден, принимают в который исключительно за продвижение интересов Британской империи через искусство и науку, сотрудничество с благотворительными организациями и организациями социального обеспечения и общественных услуг, но за пределами британской государственной службы. Он был создан по велениям британского короля Георга V век к 1917 году изначально для некомбатантов, оказавших особые услуги империи в годы Первой мировой войны. Сувереном Ордена является лично действующий британский монарх, действующий великий магистр Ордена, супруг Елизаветы II принц Филипп, герцог Одинбургский. Девиз Ордена, за Бога империю. Короче, вам, в общем, должно быть понятно, почему именно в Британской империи британский журналист и шпион Ян Ланкастер Флеминг мог придумать и написать благородного супершпиона с лицензией на убийство, в любой другой, не англосаксонской, культуре шпионаж, непрерывно сопряженной с ложью и предательством, в том числе и личным, все-таки дело пусть и необходимое, и даже героическое, но, как ни крути, все равно грязное ремесло.короче, Бонд. Просто Джеймс Бонд.Орден ограничен количественно, не более 300 рыцарей и дам, собственно кавалеров Большого Креста, 845 рыцарей и дам командоров и 8960 командоров. В число высшей элиты ордена теперь входит и сэр Крей Криди, президент всемирного антидопингового агентства. Удивительнейшим образом умудряющийся теперь совмещать рыцарские обязанности по продвижению интересов Британской империи и лично королевской семьи и с ответственным постом в Международной спортивной организации. И мы тут просто вынуждены напомнить, что АДА вообще-то, даже чисто по статусу, позиционируется как независимая организация, которая была учреждена отнюдь не, допустим, в том же Эдинбурге, а в швейцарской лазанне на паритетных началах Международным Олимпийским комитетом и правительствами стран мира. Но вот как-то так случайно получилось, что стараниями нынешнего новоявленного кавалера Ордена Большого Креста Сэра Риди и его предшественника Ричарда Бешеного Дика, Паунда не мог, не правительством стран мира эта организация больше, чисто по факту, не подчиняется точка а просто объективно представляет не всегда, мягко говоря, спортивно-правовые интересы определенных спортивно-бюрократических кланов, помимо всего, завязанных на интересы опять-таки определенных правительственных и неправительственных организаций ряда англосаксонских стран. Также по теме у нас нет доказательств ВИНы, но РУСАДА мы не восстановим. Глава ОАДА Господдержки Допинга в России и руководитель Всемирного антидопингового агентства, ОАДА, Крей Криди заявил, что у организации нет доказательств существования системы. При этом, кстати, не стоит забывать, что ЛАДА, способная наказывать целые страны открытыми, извините, отправляется в дальнее пешее эротическое путешествие наиболее влиятельными спортивными лигами в самих странах островной цивилизации. Офицеров ЛАДА не пускают даже на порог раздевалки ни в ведущей хоккейной лиги мира, НХЛ, ни в ведущей баскетбольной, НБА, и это мы уж просто молчим про американский футбол, бейсбол, гольф и все четыре ведущие боксерские ассоциации. Да и в могущественную фифа или в не менее могущественной и популярной автоспортивной организации дороги этим бодрым ребятам особой нет. И это, в принципе, правильно точка если говорить строго по фактам, у АДА с его терапевтическими исключениями, свободной установкой и свободной трактовкой любой юрисдикции и любой фармацевтической практики и свободой от любой юридической ответственности за свои действия, а также отсутствием рычагов контроля со стороны как МОП, Так и большинство правительств давно уже перестало быть собственно антидопинговым агентством с понятным и ограниченным функционалом, а превратилось, опять-таки по факту, в международно организованную структуру, специализирующуюся в области спортивной политической коррупции и легализованной, СН. Терапевтические исключения, наркоторговли. Ну а в подобного рода немного теневой деятельности никак не обойдешься без крыши со стороны как правительств, так и некоторых правительственных же специальных служб. И вот если смотреть на дело именно с этой стороны, то посвящение сэра Кригори Ди в кавалеры Большого Креста Ордена Британской империи выглядит более чем логичным. Помощем, в общем-то, или и точкой совершенно не надо тут стыдить или укорять британцев. Мы уже писали выше, что системные адманы, это вполне органичная составляющая менталитета англосаксонского истеблишмента. Они просто другие по отношению не только к нам, но и к иным континентальным европейским культурам. Если хотите, чужие точки и то, что для нас выглядит как вполне оформленная дикость и подлость, для них зачастую является вполне органичным предметом гордости. Извините, но морской торговец всегда немного пират. Еще раз, презирать и стыдить их за это не надо. Просто, если уж приходится иметь с этими светлыми людьми дело, ни в коем случае не нужно полагаться на слово джентльмена, ибо это – банальная ложь. И уж тем более стоит помнить знаменитую фразу про то, что джентльмен к западу от Суэции и джентльмен к востоку от Суэции – это два разных джентльмена. И еще, помните, пожалуйста, что если им вас обмануть все-таки не удастся, то они сначала, безусловно, будут дико ругаться, но потом будут вас только еще больше и вполне заслуженно, с их точки зрения, уважать точка-точка зрения авторы может не совпадать с позицией редакции. Продолжение следует...